Ну вот тут прошлый кадр, хотелось бы прокомментировать. Вот там видели эту ботву. Значит, это к вопросу применять микробиологию или нет. То есть у нас уже лет 12-15, этот вопрос не возникает. Так что там нет необходимости нас агитировать в этом плане. Тут абсолютно понятно, и все, что говорилось, проверено на наших полях. Так вот, ботва. Ее размер, вот был, это где-то в районе полтора метра. К нам пришел один агроном и говорит, вы здесь, наверное, столько нахимичили, что ни одного сорняка на поле нет. После того, как прошел ботвоудалитель, мы ее начали копать, ни одного сорняка нет. Значит, я говорю, сейчас я в двух словах тебе докажу, почему здесь нет никакой химии. Ну, во-первых, взял вот так почву, все тем объединило. Это комок почвы, после того, как прошло копалка, а там образуется вообще-то комок. И я им показал этот комок почвы. В нем внутри было ходов от червя больше, чем в сыре дырочек. То есть придавили этот комок, и он просто рассыпался. Вода. Если мы выливаем ведро воды на каком-то там квадратном метре, площадь намоченной воды остается ровно такой же. То есть вот эти вот 3, около 300 миллиметров могут уйти туда, провалиться. Вот, значит. Ну и потом второе, что я ему показал длину ботвы, и он понял, что закрывшая ботва закрыла эту почву, и сорняком там не остается никаких шансов. Вот. Можно я показал почву 2 секунды? Да, вот эти вот кадры. У него до 400 червей на квадратный метр. Вот очень много. Земля как губка пронизана ходами дождевых червей. Вот он. Разбудили с утра. Вот здесь какие ходят. А вот еще один. Точку расколоть точно еще будет. Вон он, вон он прячется. Видишь? Вон самка с пояском. Значит им тут комфортно. Питания хватает. Питания хватает. То есть сейчас вопрос такой, что да. И кстати очень интересная вещь, им удалось вот это здоровье почву восстановить. И они какое-то время назад отдали свои земли, они под подсолнечник, то есть поменялись кем-то на время. Они обрабатывали эти... Евролатинг. Как? Евролатинг. 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 Как вы знаете, что Евролатингом обработаешь, не растет сорняк, да? На нормальной почве, на убитой почве не растет. И 22 месяца срок ожидания после Евролатинга. У него на поле, ну точнее, кто у него арендовал, через некоторое время пошла волна сорняков. То есть Евролатинг, вот этот гербицид, остаточное действие развалилось месяца за 2,5-3. Так же было? Да, да. То есть нормальная земля, такая активная почва, что остаточного действия пестицидов не наблюдается. То есть микрофлора, о которой мы говорим, у нее, значит, физиологические особенности каковы? Длинные углеводородные цепочки пестицидов, она их с помощью гормонов режет на кусочки, и они уже превращаются в сахара, который можно потом... Микрофлора их может употреблять и в пищу. В общем, вот это вот, какого числа снимали? Это снимали 10 июня, а 12 был град. А 12 июня было вот это. Вот здесь вот можно обратить внимание, видите, стебель, он не только его срубило, но его просто очесало. То есть это был боковой ветер, около там 20 метров в секунду с градом. Ну, измочалило. Да, но просто измочалило вот это все. Вот здесь вот, вы видите, работала фреза, гребни хорошие, ухоженные, но даже мелких листов не осталось. Вот там еще будет дальше кадр. Вот, значит, вот длина стебля, нижняя его не обитая часть, стала образовывать... Не, ну мы пока смотрим, то, что осталось. Ну да. Вот. И стал вопрос, что делать? Я уже извиняюсь, что и вмешиваюсь. Вот Сергей Васильевич мне прислал во время града. Так же, да? Да, да. По WhatsApp, и говорит, все, катастрофа. Вот было все, вот было вот так, а стало вот так. Что делать? И я вспомнил про магнитогорских бабушек, которые рассказывали, что у них градом вырубило все томаты. А бабушки не отчаялись, говорят, ну что мы теряем? Ну, стоит пузырьки, вот есть препарат. А давай-ка мы побрызгаем. И стали брызгать, и начали расти пасынки. Я говорю, Сергей Васильевич, ты что теряешь? Давай попробую. Ну, давай попробую. И Сергей Васильевич начал пробовать. Видите пеньки? И он достал кассу, взял, сам расскажет. Значит, картина улучшалась просто каждый день. Обработали мы кассу. Хотелось бы вот чего начать. Была проблема. Когда стали восстанавливаться стебли, казалось бы, вроде бы хорошо. Но мы начали понимать, что сейчас все силы растения будут потрачены на образование стеблей, а клубни пострадают. То есть завязавшиеся уже клубни остановятся в развитии, и потом их стимулировать развитие будет тяжело. Поэтому вместе с биологическим препаратом мы стали использовать кассу. Потом, по рекомендации Александра Евгеньевича, мы стали применять минеральное удобрение. То есть организовали развитие стеблей без энергетических затрат из корневой системы. То есть нам нужно было не ущемлять корневую систему, не ущемлять развитие клубней, но при этом поднять пасынки. И другая, более серьезная проблема – это не допустить инфицирование пораненных растений. И вот с помощью препарата удалось закрыть эти две проблемы одновременно. То есть мы увидели нарастание молодых пасынков, но при этом ни одно растение не заболело. То есть, несмотря на такое обдирание, на такую сильную поврежденность, болезни не возникло. Мы думали, что там будет прежде самая страшная вещь, что это будут болезни, которые нас сразу же захлестнут. Но, тем не менее, мы нарастили пасынки, которые буквально в течение, наверное, 17 дней уже были на высоте от земли около 50 сантиметров. И началось второе цветение. То есть за 20 дней восстановилось? Да, за 20 дней мы пасынки уже… Сколько подкормок вы провели за это время и какими? Наверное, около 7 раз мы заезжали на поле с отрыскователем каждые 3 дня, да. Я покажу, что дальше. Вот это вот. Вот это вот уровень. Это третья подкормка, да? Вторая вот. Это вторая подкормка. Это уже, видите, начинает закрывать поверхность почвы. А вот это вот 8 июля, 7 июля. То есть 12 это было вычислено все полностью. А вот это 12 июля стоит картофель. Дальше говорите, вот посчитайте, сколько дней. И заново зацвел. И заново зацвел. И по стеблям видно, что это был очень интенсивный рост. Вот между узлей, а там порядка 12 сантиметров. То есть вот между узлей в росте стебля порядка 12 сантиметров. Вот. Обратить внимание хочется на форму листа. Листа. Лист примерно одинаковых размеров. Когда есть неблагоприятные условия. Одни лист, крайний лист может быть меньше. Внутренний лист побольше. А вот здесь лист весь одинакового размера. Ярко выделены прожилки. То есть, это говорит о том, что растение живое. И ворсистость листа начала покрываться с первого дня. На картофеле вот есть такая особенность. Мы вот, например, с вами в своей практике обращаем на это внимание. Если между жилками возникает ровно растянутая пластинка и покрыта ворсой. Мы говорим о том, что растение абсолютно здорово. Когда только начинается между жилками выпячиваться ткань. То есть, значит, здесь уже идут ограничения по подаче питательных веществ. Лист еще растет, а питательных веществ не хватает. И получается, что лист очень рельефный и красивый. Тут у нас даже есть где-то фотография. Когда на эту красоту началась засуха. Значит, вот тут еще где-то есть дальше. У меня есть единственное, что когда жара. Дело в том, что у картофеля есть такая особенность. Перед температурой уже выше 26 градусов он не растет. А у реагации температуры были 32-34. И тут мы вспомнили опыт. Мы работали в Крыму, когда была такая жара. И мы вытаскивали картофель, который не должен был расти. И я помню комбинацию микробных препаратов, которые мы использовали на картофеле. А там, что нам надо от микробных препаратов? Что мы ждем от микробов? Мы ждем, что микробы с кем-то должны драться. А на самом деле микробы выделяют какие-то вещества. Для них это они выделяют. Им это не надо. А для растений – стимуляторы роста растений. Оказывается, есть микроб, это азотобактер, которым мы семена обрабатываем. Он дает витамины группы В. Если вы помидоры и картофель витаминами, даже аптечными, обработаете, это будет необыкновенный вкус. А кроме того, они еще там еще что-то делают. Еще там я брал штаммы, которые выделяют цитокинин, гормон омоложения. Когда жара начинается, что растение? Оно начинает включать программу старения. И начинает активно-активно стареть. А когда мы начинаем, включая, даем ему гормон омоложения, то есть мы микробы использовали как стимуляторы роста. Мы обычно микробы используем как кого-то убить, а микробы как стимуляторы роста. И мы запустили постоянный рост растения. То есть растение в жару, оно молодеет. Тут немножко идет огрубение листа, уж слишком жарко, но мы заставили растение расти. Расскажите. Вот здесь сделан кадр. Еще у нас получился так называемый стелющийся картофель. То есть поврежденные стебли, которые лежали уже по поверхности земли, они стали образовать множественные пасынки. И в общем и целом стебель получился длинный, стелющийся, и на нем были, значит, длинный, стелющийся стель, и на нем густо стояли пасынки. То есть листовую пасынку, стелющийся, так мы его назвали. Но эта картина была, конечно, недуха хорошая, потому что после этого началась засуха, которая до сих пор у нас еще не... У вас не на поливе? Нет, не на поливе. И вот из засухи стоит отметить одну вещь, что по сравнению с соседями, я еще пока не знаю этому объяснение, но по сравнению с соседями, у которых ботва уже посохла, и ни вода снизу не достается, ни питательные вещества не поднимаются. Картофель сначала стал темно-зеленым, а потом начал просто сохнуть. А на нашем поле, то есть по-прежнему мы еще имеем живой этот картофель, темно-зеленый. Чем это закончится дальше, я не знаю, но во всяком случае... Значит, контрольная подкопка дает... Уже у нас это не первый раз мы сталкиваемся с засухой. Мы видим большое количество завязавшейся клубней вот в этот период, когда пошло второе цветение. Потом картофель включился... Во многих местах включились механизмы созревания. Мы попытались с помощью цитокинина отключить этот механизм. Завязей достаточно много, но какую у нас будет роженность, уже нам покажет копалка. Но на сегодняшний день мы пока еще имеем зеленую ботву. Вы ей не подкашиваете? Картофель вообще косить нельзя. Пока есть зеленая ботва, идет образование питательных веществ. Даже более того, еще нужно ждать, когда уже, скажем, началось время созревания, нужно с помощью этих разных вариантов заставить происходить оттоку питательных веществ из стебля в клубень. Это тоже значительно поднимает рожайство. То есть процентов 10-15 роженностей можно добавить. Только лишь на одном угадании... Дисекацию никогда не делали? Делали разную. Пробовали с помощью фосфора. Значит, с помощью ЖКУ тоже попробовали. Но если не проводить диссекацию, в наших условиях уже нельзя ее не проводить. Потому что научились сохранять ботву уже до самых поздних сроков. И если мы ее не уберем, ботву, с помощью диссеканта, мы не получим зрелый картофель, он будет еще царапаться. Мы специализируемся на сортах картофеля, которые люди заготавливают на зиму. То есть это поздние сорта с поздними сроками уборки и для хранения на зиму. Хотелось бы еще отдельно сказать по поводу вкуса. Вкусовые качества. Вот вы с них начали. Значит, у один из наших фермеров, побывал в Голландии, фирма Bayer обеспечила ему эту поездку. Я же попросил, ты там посмотри, пожалуйста, как у них там с биологией, с биологизацией. Чем они отличаются? У них постоянный поток свежего воздуха с океана ламинированный. То есть там с океаном вряд ли чего придует болезни каких-нибудь. И для них разработаны вот эти системы выращивания и защиты. И они живут себе прекрасно. Знают, что им нужно сделать, какие применить химикаты, получают свой урожай. И среди них, как он, они говорят, среди них завелся такой же, как и ты, который решил вырастить на биологизации картофель. И, в общем-то, видимо, не было достаточно хороших препаратов и очень жесткие условия. Там условия, значит, в Европе, стандарты биологического картофеля, биологических продуктов таковы, что у тебя там должно быть не только применение никакой там химии, даже органику ты не можешь право вываливать туда, скажем, или применять как-то навоз. То есть должно быть все в естественных условиях и никак по-другому. И сертификат выдается с учетом того, на сертификат, например, картофеля, выдается сертификат на почву, экологический паспорт на территорию. И все вот эти вот вещи прилагаются. И тогда они получают биопродукт, который там стоит очень дорого. А в Америке там немножечко по-другому. У них сертификат только на готовый товар. Как ты его получил, не имеет значения. Главное, чтобы в нем не было там этих... Таблицу прошел. Да, таблицу прошел, все. Не нужно всего этого доказывать. И вот, значит, один из моментов, которым меня еще укорил этот мой товарищ, он сказал, что пробовали мы кушать этот картофель. Его есть невозможно. Потому что те грибы, которые там... Патогены, которые поселяются на картофеле, они начинают конкурировать в картофеле. И во время вегетации, допустим, та же самая фитофтора. Это вот наш самый главный враг. Они, значит, в картофель выделяют свой фитопатогены. И когда эту картофель начинают кушать, понимают, что вкусовые качества не те. Вот. И он говорит, вот видишь, нужно как? То есть без химии мы не получим вкусного картофеля. Ну, а мы ему объясняем, что без химии мы... Ну, нет, без химии это трудно сказать. Потому что если у нас фитофтора, она есть, то уже никакими бактериями ее не вылечишь. Только нужно сначала снять эту проблему. Вот. То есть в рекомендациях по применению препарата, значит, существуют такие рекомендации, что если существует угроза уничтожения урожая патогенами, то мы сначала должны снять эту угрозу. А потом на защищенную, так сказать, территорию приходят семя разлейших. И вот тогда там поселяется вся какая есть в округе, патогенка. Она туда приходит, там прекрасно развивается. И дальше уже приходит, нужно применять еще и еще и еще химию. А вот когда мы на защищенную территорию заселяем микробы, тогда они там занимают эту всю территорию и либо сокращают, увеличивают период до применения следующей, скажем, фунгицида, либо вообще отменяют следующее применение фунгицида. То есть вот как сложатся еще погодные условия. И получается, в общем, применение этой биологии, это очень такое непростое дело, но... То есть... Каким элементом вы достигаете оттока из вегетативной массы в круг? Значит, главное условие – остановить фотосинтез. И тогда запускаются механизмы оттока питательных веществ. И это можно, значит, с избыточным количеством фосфора. И избыточным... Как один, да. Тут хорошие разные варианты. Можно я добавлю тут? Мы придумали еще один вариант по фотосинтезу. Можно не останавливать фотосинтез. Можно включить усиленный отток сахаров из листа. И мы сделали препарат «Синенький». Называется «Синенький». Мы сделали его давным-давно. Но мы делали его для сахарной свеклы. На сахарной свекле он увеличивает сахаристость примерно на 3,5 единицы. А когда его дал краснодарским этим бахчеводам, они сейчас получают арбузы с сахаром 15%. Когда то, что мы покупаем, это 8%, 8-9. То есть там есть секреты. Но мы же не все можем сейчас в рамках вот этого нашего общения рассказать. Мы разбираем опыт, как в критических условиях не теряться и что-то можно восстановить. А еще на самом деле у нас больше 30 препаратов, всяких разных. Мы научились делать так, чтобы в холоде растения росли. Мы научились, чтобы растения в жару росли. Вот если Марину попросим, у нас есть препарат «Незамерзайка». Если в момент светения у нас заморозок минус 7, у нас есть препарат, который не дает воде замерзнуть. Если бы Петр Григорьевич знал, он бы побрызгал. Но у нас такой препарат тоже есть. У нас много чего есть. Просто у нас есть препарат от фитофторы. Мы получили за него награду 2 года назад от Российской Академии Естественных Наук. Но понимаете, когда мы приходим и говорим, ребята, у нас есть препарат микробный, который лечит фитофтору, нам говорят, идите дураки отсюда, хватит, мы там сказки слушать. Я пришел на конференцию по картофелеводству, выходит там институт сельхозмикробиологии, и говорит, мы получили большой грант на разработку препаратов от фитофторы. А я там руку тяну и говорю, мы сделали препарат, уже используем его. А мне говорят, слушай, ты не член картофельного союза, тебе от слова не дадим. Я на них разобиделся. А я вначале, когда мы его сделали, это года 3 назад, я принес его к Сергею Васильевичу Мернову. Сергей Васильевич, как такой добрый человек, все, что получил, тут же отдал соседу. Вы знаете, это устройство души русского человека, это такая непредсказуемость. Ты ему даешь, а он тут же кому-то ее отдает. Потом, ну, лучше со стороны посмотреть. Сергей Васильевич, расскажите, чем там закончилось? Это эксперимент. Сейчас, поближе. Сергей Васильевич, идем сюда. Сергей Васильевич, я же не обманываю. Нет, это все правда. Ну, значит, не просто, по простоте душевной мы ему отдали. Просто мы знали, что у него картофель на более ранней фазе развития, а у нас чуть позже развивался. И как раз у нас более засушливый период был. То есть, когда полувоздушная засуха, фетофтора не представляет большой угрозы. Ну, а у этого человека как раз была такая, значит, высокая вероятность того, что у него картофель заразится, и мы ему это все отдали. Он, значит, тоже по такой своей прижимистости решил этот препарат не на все поле, а где-нибудь там на плохом участке. Ну, чтобы не было риска. И, в общем, так вот все перестраховались. Ну, и в результате, значит, когда там еще была целина на этом участке, в общем, картофель был не очень. Ну, и в результате, в общем-то, ответа от него никакого не было. И я от него добивался, что получится, что получилось, что получилось. И он рассказал только уже тогда, когда стал убирать. И вот, значит, этот самый негодный участок, на котором он уже решил проэкспериментировать на нем препарат, выдал ему картофель, значит, по урожайности, который превзошел его лучшие участки. И более того, он оттуда все забрал себе на семена. Ну, я к тому, чтобы было понятно. Есть у нас и такие наработки, вообще у нас еще только нет. И если у кого-то возникнут серьезные проблемы, и я готов включиться, придумать систему, как эти проблемы порешать, то есть вы к нам обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok